Здравствуйте! Мы начинаем пятую лекцию курса по истории русского театра. Тема нашей сегодняшней лекции – пьесу «Гамлет» написал Александр Самароков, приближенный драматург Екатерины Великой. Конечно, все вы знаете, что пьесу «Гамлет» написал английский драматург Уильям Шекспир. Это величайший шедевр позднего возрождения. Однако при чем же здесь история русского театра Александра Самарокова и тем более Екатерина Великая? Будем сейчас разбираться с этим в пятой нашей лекции курса по истории театра. Сейчас будет некоторый блок тезисов, которые ближе к истории искусства, нежели к истории вообще. Мы немножечко переключим сейчас наш фокус внимания. В предыдущих лекциях мы больше уделяли внимание отношениям театра и церкви, театра и государственной политики, театра и публичного пространства, театра и гендера даже. Мы затрагивали с вами вопросы о том, когда в русском театре появились женщины-зрительницы, когда появилась первая профессиональная женщина-актриса. А сейчас мы сместим более наш фокус внимания непосредственно в историю искусства, в теорию искусства. И первый тезис, который я хотела сейчас представить вам, чтобы дальше продвинуться к интриге с Гамлетом и Екатериной Великой, это тезис такой. История русского театра, русского для представления трагедии и комедии, учрежденного Елизаветой Петровной в середине XVIII века театра, начинается сразу с такого направления, как классицизм. Собственно, это первое художественное течение, в рамках которого у нас формируются первые театральные спектакли, первые пьесы. Мы сразу стартуем и начинаем с классицизма. Что же такое классицизм, как явление культуры, хотелось бы наполнить вне в нескольких тезисах, для того, чтобы перейти далее к Александру Сумарокову. Прежде всего, очень интересный вопрос, когда мы говорим про классицизм, как про эстетику, как про художественное направление. Классицизм — это такое направление в искусстве, которое отрицает полностью связь искусства и действительности, искусства и реальности. Должно ли быть искусство похоже на реальность, отображать реальность, как-то её репрезентировать? Ответ эпохи классицизма совершенно нет. И даже наоборот. Чем больше произведений искусства, в частности, театральный спектакль или пьеса, о которых мы говорим, отличается от жизни, тем это изящнее, тем это лучше. Жизнь полна хаоса, случайностей, каких-то лишних элементов, может быть, не совсем академическое, современное слово мусора какого-то. А искусство должно быть строго, гармонично, безупречно выстроено, безупречно математически, даже, я бы сказала, выстроено. Это тезис эпохи классицизма, и именно таким будет начало русского театра, классицистическим. Говоря про отношение жизни и искусства в эпоху классицизма, я хотела бы обратить ваше внимание на замечательную цитату из историка и теоретика культуры Юрия Михайловича Лотмана. Если вы еще не знакомы пока с его замечательным циклом беседы о русской культуре, быта традиции русского дворянства 18-го, начала 19-го века, очень советую вам познакомиться с этой базовой работой по истории русской культуры, в которой, в частности, уделяется внимание и театру, и театральности дворянской культуры, то есть вот этой театрализации жизни вне театра. Лотман говорит вот об этой особенности культуры именно классицистической. Между полотном и зрителем, если мы говорим о живописи, между сценой и залом в эту эпоху классицизма возникает непреодолимая грань. Художественное и нехудожественное пространство отделены столь резкой чертой, что могут лишь взаимосоотноситься, но не взаимопроникать. Искусство и жизнь, как я уже заявила в более простой форме в начале этот тезис, абсолютно автономны и отделены друг от друга. К чему это будет приводить в театральной эстетике? Это будет приводить к тому, что мы назвали бы, тогда такого слова, конечно, не было, но сейчас мы назвали бы этот словом условность. Театр эпохи классицизма, тот самый театр, который творят Фёдор Волков, наш первый драматург, уже упоминавшийся в предыдущей лекции Александр Сумароков, это театр условный, он не реалистичный, классический, он условный. Максимально условная форма театрального зрелища, это, например, балет, когда выверен каждый жест, и каждый жест предельно художественен и предельно условен. Можно сказать, в каком-то смысле не будет преувеличением сказать, что все спектакли классицистические, вся театральная культура этого периода, это такой, в каком-то смысле балет, абсолютно изящные, доведенные до балетного изящества жесты, воспитанное актерское тело, которое полностью подчиняется такому художественному замыслу. Никакой спонтанности, никакой случайности, никакой порывистости, это такая ювелирная хореография на сцене, поэтому для иллюстрации этой идеи я, собственно, выбрала именно вот картину такого балетного представления второй половины 18 века. Безусловно, эта условность театрального зрелища, классицистического театрального зрелища требует от актера особенных навыков, таких, которые современному актеру, наверное, не нужны, или которыми он совсем не владеет. У актера эпохи классицизма должно быть умение владеть азбукой жестов, очень строгих, да, и, как я сказала, уже почти балетных. Азбука жестов классицистического театра, в частности, это так и для русского театра, да, и для Федора Волкова, Ивана Дмитриевского, да, и как актеров, или, например, Александра Самарокова, как драматурга, вот эта азбука жестов классицистического театра строится на некоторой системе оппозиции, то есть противопоставлений, оппозиции движения и покоя, например. Актер в классицистическом театре почти статуарен, он очень мало двигается. Как вы можете видеть на слайде, максимальный какой-то, да, такой объем, амплитуды движения, который может позволить себе актер в классицистическом театре на сцене, это три-четыре шага, все, да, то есть никаких размашистых пробежек по сцене, конечно же, нет. Это сближает театральное искусство эпохи классицизма со скульптурой, конечно, больше всего. Мы можем часто задаваться вопросами, на какие другие искусства театр похож больше всего. На что театр похож? На кино, конечно же, да, театр похож. Да, там, в каком-то смысле театр похож на живопись, потому что есть некая рама, да, которая обрамляет картину, и есть портал театральный, который обрамляет зрелище для зрителя, мы тоже смотрим как бы в раму некоторую, да. Но вот для эпохи классицизма, наверное, самое близкое и самое важное параллель – это театр и скульптура. Актер почти статуарен, почти не двигается, каждый его жест медленный, выразительный, а уж каких-то там передвижений по сцене почти не допускается. Следующая позиция, на которой строится классицистический театр и актерская игра, да, это положение сидя или стоя. В классицистическом театре почти нет сидящих фигур, сидеть на сцене может только актер, играющий роль монарха или короля на троне выседать, да, в основном же актер, значит, статуарно, как и скульптура, да, сидячих скульптур тоже не очень много, статуарно возвышается, значит, на своих ногах. Кроме того, последняя позиция связана с оппозицией верха и низа. Тело актеров в классицистическом театре как бы делится такой незримой линией на две части, вот эта самая верхняя часть, да, и нижняя половина, как бы нижняя считается не совсем пристойной, а потому как бы на ней минимально, да, значит, акцентируется внимание, низ почти табуирован, все движение классицистического актера в верхней части, потому что здесь вместилище разума, голова, вместилище чувств, сердце, соответственно, да, и все строится в основном на жестах рук, сейчас я отчасти как-то даже иллюстрирую это в своем рассказе. Каждый жест рук не случайен, для каждой эмоции есть правильное положение рук, с помощью которых эта эмоция выражается. Соответственно, как я и говорила, в этом смысле любой спектакль, даже драматический спектакль, превращается немножко в балет. Представляете себе, насколько ограниченным чувствует себя актер, который не может сделать более трех шагов, не может повернуться к зрителю более чем анфас, не может сидеть, да, там, значит, по поводу жестикуляции рук тоже есть жесткая система правил, да, там, например, руки выше головы можно поднять только в жести мольбы и никогда больше, правая рука должна быть более рабочей, чем левая и так далее. В общем, огромное количество ограничений для того, чтобы показать, что актер на сцене – это не жизнь, это не хаос, это не какое-то там обычное тело, это высокая культура, очень дисциплинированная тема, тело и искусство совсем не похожее на жизнь, да, искусство отделенное от жизни, актер не ведет себя на сцене естественно, у него нет такой задачи. Напротив, чем неестественнее он будет, тем лучше, тем больше это показывает его телесную и внутреннюю культуру. Итак, мы находимся в разгаре эпохи классицизма, да, наш первый театр, собственно, он в этой эстетике классицистической, и наш следующий сюжет, да, заявленный названием, собственно, лекции – это Екатерина Великая и Александр Сумароков. Об Александре Сумароковом я уже говорила в предыдущей лекции, это наш первый драматург, да, первый драматург, который написал пьесу на нерелигиозный сюжет, да, значит, первый светский драматург в истории русского театра, да, вот, собственно, да, на слайде вы можете видеть императрицу Екатерину Великую, да, до того, как она обрела это свое имя, кстати говоря, тоже очень театрализованная императрица, ведь она, да, будучи из небогатой семьи, относительно, да, ну, знатной такой, но стала, ее звали, да, в девичестве Софьи Августа Фредерика Ангольцербская, и какая метаморфоза, какая смена роли, да, она становится императрицей Екатериной Великой, а более того, значит, ее сравнивают, современники сравнивают ее с Миневрой, вот, Миневра, да, античная богиня, и поэтому она немножечко, да, ну, так вот сейчас совсем не академическое слово, позволим себе косплей, Миневру на троне, то есть у нее очень, у нее очень выстроенный образ, у нее, конечно, роль, и так Екатерина Великая, и главный, да, театральный деятель ее эпохи, уже упоминавшийся Александр Сумароков. Сумароков создает вообще основу, да, русской драматургии, пишет правила, как нужно писать пьесы, да, и не только пьесы, художественные тексты создают эпистолу о стихотворстве, где дает четкое обоснование, для чего нам нужен театр, и для чего нам нужен главный жанр классицистического театра, жанр трагедии. Трагедия на плач и горесть представляет, а цель трагедии, как пишет Сумароков, принудить чувствовать чужие нам напасти и к добродетелям направить наши страсти. Здесь, конечно, мы видим, что классицистический театр несет очень важную и новую для нас идею, пока не возникавшую в предыдущей эпохе, о том, что театр это школа. Мы уже говорили о том, что театр может быть средством пропаганды, идеологическим жестом, мы, в общем, говорили отчасти о том, хотя, может быть, не говорили об этом прямо, что театр это медиа, то есть с помощью театра мы распространяем какие-то идеи, поэтому театр это как интернет, да, это способ распространения идей. Но в эпоху классицизма очень сильна идея о том, что театр это школа, это способ воспитывать. Это новая идея, да, и мы отмечаем ее для себя. Сама Екатерина Великая называет театр школой народной. Да, она говорит, что театр школа народная, цитирую я ее, она должна быть непременно под моим надзором, потому что, да, значит, важно чему учить. А Екатерина и сама, как мы знаем, пишет пьесы, впрочем, да, значит, рядом со словом сама я ставлю вопросительный знак, потому что, конечно, скорее всего, и это доказано, в общем, да, это даже никакая не тайна, у нее были литературные рабы, которые писали пьесы за нее, вот, но тем не менее под ее именем это выходит, она как бы заботится о том, чтобы при помощи театра просвещать, да, нести вот эти самые добродетели, слово эпохи суперважно, это такое слово хэштег, добродетели, конечно, для классицизма нести добродетели, учить, и непосредственно, да, там, под своим именем. При этом сумароков, конечно, тоже, да, то есть тут они абсолютно перекликаются, сумароков, как вы видели, тоже говорит о том, что, да, там, значит, учить, да, внести добродетели при помощи театра, при этом есть очень интересный сюжет, который ставит перед нами, как перед современными людьми, такую проблему, странное противоречие. Сумароков в жизни, и вы можете, если поставите на паузу, прочесть цитату из увлекательнейшей работы театроведа Инны Вишневской, аплодисменты в прошлое, работы, посвященной Сумарокову, прочитать интересную цитату о сумарокове человеке, да, сумароков, как человек, оказывается, был ужасно вспыльчивым каким-то таким персонажем анекдотов, то есть современники смотрели на него, как на очень странного чудака, который, например, мог ворваться к Екатерине, как, ну, такой значимый драматург, и спросить у нее, не хуже ли он, чем Вольтер, что она должна признать, что он лучше, чем Вольтер, или, по крайней мере, такой же. То есть вел он себя крайне эксцентрично, был очень странным, сама его внешность, рыжие волосы, хромота, вот это странное поведение, вспыльчивость, все это стало поводом для создания анекдотов о нем. Но в жизни, значит, вспыльчивый и такой странный персонаж в искусстве очень строгий, да, он даже как-то пытался настаивать на том, чтобы запретить вообще в искусстве, в художественных текстах метафоры, потому что метафоры — это не точное использование слов, а писатель должен быть математически точен в использовании слов. Вот такой разрыв, очень характерный именно для эпохи классицизма. Жизнь — это жизнь, и в ней можно быть вспыльчивым, и даже честно признаемся, в общем, это тоже совершенно не секрет, выпивохой, в конечном итоге Сумароков и умер от белой горячки, вот, а в искусстве можно быть очень строгим, потому что жизнь — это жизнь, а искусство — это искусство. Далеко не в каждой эпохе отношения выстраиваются так, например, в эпоху романтизма, да, ярчайшим представителем, который во всем мире является, например, Байрон, да, жизнь — это плата за стихи. Если ты пишешь о красоте, ты должен быть красив, если ты пишешь о смерти, ты должен рано умереть. А в эпохе классицизма все совсем не так, жизнь — это жизнь, а искусство — это искусство. Теперь несколько слов, собственно, о сюжете с пьесой «Гамлет», которая заявлена как интрига в названии этой лекции. Как мы знаем, конечно же, пьесу «Гамлет» Вильям Шекспир, да, величайший драматург всех времен и народов, писал на рубеже 1600-1601 года, это позднее возрождение, да, такое трагическое, титаническое. Александр Сумароков написал пьесу под названием «Гамлет», вы не поверите, тоже, да, он взял и написал пьесу под названием «Гамлет». В 1748 году написана эта пьеса. Сумароков, и это первый, да, значит, первый текст, соединяющий русскую культуру и Шекспира. Был ли знаком Сумароков с текстом Шекспира поверхностно, потому что он делал свою пьесу по переделке, по французской переделке пьесы Шекспира. Здесь был не совсем, да, прямой диалог с Шекспиром, конечно, но очень интересно, если возвращаться, да, вот к нашему фокусу, который в предыдущих лекциях был заявлен о театре как части культуры, очень интересно, как Сумароков переделал эту пьесу и зачем. Надо сказать, как вы думаете, вот нравился ли Сумарокову Шекспир, взялся ли он за эту пьесу, потому что восхищался Шекспиром. О, нет, для классицистического драматурга Шекспир слишком, да, он с перебором, слишком свободный, слишком физиологичный, слишком с большими перепадами от трагического к комическому, неправильный, поэтому Сумароков берется за сюжет Гамлета для того, чтобы его, вообще-то говоря, очистить, облагородить и переделать. Значит, и вообще пьеса Сумарокова на Шекспирову трагедию, да, значит, похоже, все-таки очень слабо. И на слайде вы можете, да, значит, видеть вот еще один фрагмент, если остановите, да, поставите на паузу и ознакомитесь с этим текстом, еще один фрагмент замечательной монографии Вишневской об отношениях текста Сумарокова и Шекспировского. Вот, конечно, Сумароков и не собирался ему следовать, вот, он, значит, писал, Гамлет мой на Шекспирову трагедию едва-едва походит, а почему же, что же хотел, что же хотел представить Сумароков в своей трагедии? Он хотел представить, во-первых, трагедия Сумарокова заканчивается хорошо, Клавдий убит, Гамлет торжествует, потому что он благородный правитель. Сумароков посредством переделки сюжета Шекспира, то есть начало такое же, да, а там, значит, дальше все к финалу, все хуже и хуже, хотел показать, дать урок, потому что классицистический театр это всегда урок, дать урок монархам о том, что будет, если править нечестно и плохо. Да, это пьеса поучения, совсем не то, что хотел Шекспир, да, у Шекспира совершенно не было идей поучать каких-либо, каких бы то ни было монархов. Вот, это пьеса поучения, направленная, собственно, непосредственно на Екатерину в первую очередь, вот, и, собственно, в этой пьесе показана, как торжествует справедливость. Классицистической трагедии вот эта вот справедливость непосредственно должна, конечно, и порядок должны восторжествовать, и это прекрасно происходит. Гамлет занимает в конце престол, потому что он хороший и добродетельный монарх. Это удивительная история, если вам будет интересно, да, вы можете найти этот текст, он широко доступен, текст Сумарокова, и, например, посмотреть, как там выглядит монолог «Быть или не быть» знаменитый. Это, что называется, что-то вроде домашнего задания. Но интересно, что пьеса о Гамлете во времена Сумарокова звучала, сюжет о Гамлете, то есть о нечестной смене власти, о плохом правителе, звучала ужасно актуально и даже опасно, потому что, собственно, мы помним, что приходу Екатерины к власти предшествовали дворцовые перевороты, а, соответственно, человек, получивший трон не в процессе прямого престола наследия, это непосредственно, да, фигура реальной жизни и политики современников Сумарокова и Екатерины. И поэтому, конечно, сумароковская трагедия, она по-разному звучала в зависимости от того, как у нас решались ближайшие вопросы с престола наследием. На слайде вы можете видеть интересный фрагмент из интересной статьи театроведа Амелина «История русского Гамлета» или «Как Сумароков Шекспира подковал», где как раз говорится о вот этой актуальности политического излучания в эпоху дворцовых переворотов и о том, как зрители придавали вот этому сюжету о Гамлете в эту эпоху совершенно другой смысл. Амелин пишет в эпоху Екатерины II, зрители, сочувствуя страданиям датского принца, непростившего королевскому двору насильственной смерти своего отца, могли отчетливо увидеть в Гамлете уже иной смысл завуалированный рассказ об убийстве фаворитами Екатерины и императора Петра III, и об участии наследника Павла. Приближалось его совершеннолетие, и многие недовольные правлениями Екатерины надеялись, что Павел заявит свои права на престол. То есть кто здесь Гамлет? Екатерина, Павел, Петр III, как они соотносятся с этим сюжетом? Соответственно, при правлении Павла сумароковская трагедия, конечно, читается особенным актуальным политическим образом, и сама Екатерина настороженно относится к этому сюжету, про тех, кто незаконно захватил престол, а потом в конце убит, и Гамлет торжествует. А вот ее сын Павел I, который, вообще-то говоря, хотел сохранять верность отцу убитому, и отомстить за него с большой любовью, значит, относился к этой пьесе и сравнивал с Гамлетом себя. Поэтому не случайно вообще это выражение «русский Гамлет» по отношению к Павлу I закрепилось и далее, и знаменитый поэт и писатель Владимир Ходосевич планировал написать книгу о Павле I, назвав его «Русским Гамлетом». Это ужасная и интересная история, кем же оказывается Гамлет в русской истории. Итак, по традиции я предлагаю вам пару вопросов. Первый вопрос. Как в классицизме соотносились жизнь и искусство? Мы уделили довольно много внимания этому сюжету, и было бы интересно услышать и ваши рассуждения об этом очень важном вопросе. Второй вопрос. Каких правителей XVIII века в России можно соотнести с Гамлетом и почему? Здесь придется как-то активизировать ваши знания непосредственно по истории России, а не только истории театра. Мы держим этот фокус внимания, мы говорим не только о театре, но и истории России через призму театра. Надеемся увидеть ваши комментарии к этому видео, ваши ответы в комментариях к этому видео. Ждем их с нетерпением. Большое спасибо за внимание.